как вы относитесь к слову генеральш для меня это что-то вроде ругательства а почему это подсознательно я знала что мой муж до сбьется успеха что он станет генералом но я всегда хотела оставаться женой офицера супруга генерала но не генеральши но тем не менее благодаря этому вам удается очень много делать не для себя наверное благодаря авторитету моего мужа его очень много людей уважает соответственно доверяют мне сколько раз вы переезжали вот сейчас сразу вам не могу сказать но больше десяти раз точно причем мы бывало в год переезжали два раза вот у меня средний сын пошел в школу в осетии во владикавказе в середине года мы были уже симферополе а во второй класс он уже пошел в майкопе в адыгее всегда следовала за ним вместе с детьми вместе с кошками собакой цветами козы треволями не вижу в этом честно сказать я не вижу здесь какого-то героизма это призвание быть женой военным для меня это призвание но вы же не думали что будете провожать мужа на фронт первый раз то была южная сеть и причем для меня это было особенно тяжело тем что я была беременна так был невероятный страх я вы чувствовал просто на физическом уровне вот здесь вот этот страх мне не покидал жила в каком-то странном состоянии канал 2 в россия 24 где нон-стопом идут новости я его смотрела круглосуточно сейчас такого страха нет наверное я выросла догадывался я думаю то что обитала же это все воздухе и все чувствовали перед тем как уехать он сделал на меня генеральную доверенность вы представляете что такое генеральная доверенность он предчувствовал что возможно мы надолго расстанемся это было перед 23 да вы объясняете что мы все правильно передали даем медицинские препараты балаклавы трусы носки перчатки можете если это вам психологическая помощь понадобится моли ребенка может в школу пристроить там или в садик какие-то проблемы можете обращаться я просто не могла сидеть дома мне кажется если бы я на тот момент никуда ничего бы не организовала я наверно сошла с ума я спрашивала все ли у них там есть конечно хотелось где-то передать ему не знаю кусок хасала черного хлеба где-то побаловать и мы начали сбор посылок и в дом офицеров пришло неимоверное количество людей вот март месяц этого просто что-то нереальное творилось и вот ситуация объединила просто огромное количество людей приходят помогают школьники которые готовят вам чем по перекладываем студенты предприниматели пенсионеры многодетные мамы большинство народа мне кажется проснулась и это заметно заметно по тому сколько нам всего приносит все хотят быть соучастным теперь это переросло вообще с кого-то минимального что-то глобальное теперь может передаем не только посылки но и начиная от рации тепловизоров квадрокоптеров генераторов мы стали надежным тылом для наших мужчин как вы узнали про ранение с ним не общались две недели это один из тот момента когда я не знала вообще жив он или нет связь у нас через других людей происходило как и у других жён там спроси там мой живой что с ним сарафанное радио такое узнала потом мне позвонил но у него была контузия потом проблемы сердца не говорил перед этим что все плохо чувствует потому что это нервы и переживания как раз тот момент когда родился мой проект жены героев долго думала что для меня значит китель мужа это бремя и ответственность без него но в то же время вот когда ты его накидываешь он тяжелый не по размеру но он согревает и дает силу и веру в то что муж вернется оденет его каждая медаль на нем не просто так там висит сработано огромным трудом кровью и пота я накинула его китель на плечи посмотрела на себя в зеркало увидела сильную женщину предложила девчонкам группы чем уж я тоже находились там так родился наш проект наша выставка многогранно мы не хотим чтобы нас жалели в нас женщинах россии генетически заложена невероятная энергия сила и почему-то просыпается она в тяжелые моменты до момент разговора с екатериной я столько значения наверное не предавала а после задумал что он действительно фарватер нашей жизни что он определил с самого начала он определил то какая жизнь у нас будет супругом что мы оба будем фактически служить родине а екатерине удалось объединить нас всех а вместе мы сделали уже такой мощный толчок конечно мы переживаем за своих близких но тем не менее мы стали действовать выше иль ты можешь в тоцки связаться с женсоветом спросить вообще у них там от правительства есть какая-то помощь плане квадрокоптеров тепловизоров всем остальным хорошо вот эта сильная женщина которую вы увидели в зеркале она откуда взялась-то чьи мы внучки наших бабушек которые вот меня бабушка работала в колхозе мой дедушка прошел всю войну вот как сейчас быть слабыми это вот просто предательство по отношению к ним вот чтобы они сказали глядя как мы ругаемся в чатах ищем виноватых между собой грыземся чтобы сказали наши бабушки вот просто на секунду чтобы они сказали хватит дурью маться маяться давайте занимайтесь делами выключай телефон и пошла работать занимайся детьми переодеваться будешь да да можно с нами ваня подъедет нет ваня сейчас папа то я понимаю что от моего то как сейчас я буду себя вести возможно мои дети когда вырастут будут вести себя в трудных ситуациях я же так понимаю вы от них ничего не скрывает ничего не скрываю говорю так как есть с первого дня сказала как она есть мы вместе смотрели новости когда наши войска вошли ни на секунду не было сомнений у моих детей даже может быть где-то они возникали у меня у моих детей сомнений не было папа выполняет правильную миссию папа освобождает донецк и луганск от фашизма папа герой однозначно гордятся отцом мы молимся за него перед сном у вас стадия неприятия было до хотелось вернуть мужа чтобы нормальной женщине я понимал что не могу повлиять на ситуацию я понимал что мы сейчас нелегко это так важно на самом деле это поддержка когда он там и от того что ты ему говоришь я ему говорила каких-то мелочах начинает того как мы гуляли собакой собака порезала лапу мы поехали к ветеринару и он говорит ну расскажу и что сказал ветеринар и я понимала что своими разговорами его вытаскиваю оттуда когда он приехал мне сказала спасибо что ты тогда не говорила какую-то ерунду так становилось легче как будто бывал дома ему важно услышать то что я справлюсь мы никогда не говорили ему тебя же не обязательно туда напередал слушайте вот у меня трое детей у него целая армия это его дети за которых он переживает как я могу ему сказать брось своих детей и сиди в тылу нет я не могу это сказать мне потом не простит моего мужа называют батя ты знаете хоть одного генерала которого называют батю не поверите я была в госпитале буквально недавно никто не знал что я жена генерала командующего мы раздавали майки и я вот просто что тебя спросил игра какой у вас командующий не обижает вас парень солдат молодой горит то у нас самый лучший командующий это наш батя мне звонят ребят из прошло что когда наш батя приедет вот как я могу его не отпустить к ним а какие вообще между вами отношения мы с ним одно целое я сижу здесь я чувствую его там это невероятно он мне говорит все все то что у него на душе и на сердце и однажды он мне позвонил и сказал то что ты знаешь если вот такой случай что я могу попасть в плен я не сдамся мне из граната я поторвусь мне одна знакомая сказала у тебя очень жестокий муж зачем эти такие вещи сказал я зайти думаю так жестокость ли это или что это нет не жестокость это такой уровень отношений когда ты можешь позвонить и сказать все но он же понимал что это вас ну почти убьет слушать а а если бы вдруг случилась такая ситуация мы все прекрасно знаем что происходит с офицерами когда они попадают в украинские плены тем более если это будет генерал потом по приезду сюда одного из его подчиненных в одной из бесед он мне сказал то что был такой момент когда мой муж снимал чеку представляете что такое снять это чеку потом обратно ее одеть я не представляю что он чувствовал тот момент я бы наверное приняла его выбор никогда бы за него не осудила потому что он настоящий офицер когда человек такой сильный и столько выносит у него вообще души что ли нет и нас я сильная я и слабая и в этом моя сила для мужа иногда бываю слабые чтобы был сильный он я не считаю что это зазорно плакать это норма я же живой человек кому вы показываете свои слезы никому когда ты все это держишь себе ты рано или поздно сорвешься за моей спиной огромное количество жен военнослужащих они мне верят могу ли я глядя на них показывать им свою слабость мне не хочется быть символом и такая как и они и никто мне не скажет то что я генеральша не говорят то что я жена офицеры вы присягу не давали но по сути вы тоже служите что такое ваша присяга же отчасти да мы служим родине вместе с ним моя присяга это мой муж чтобы я не делала я делаю ради него я делаю тогда китель на свои плечи ради него и занимаюсь благотворительностью и отправляю посылки ради него я хочу быть к нему ближе и еду я туда ради него чтобы обнять его чтобы он знал что я рядом если мне сейчас скажет приезжай сюда я приеду и буду подавать патроны ему в автомат тому ли носить бронежилет за ним или делать кофе когда нас венчали нам мы стали одним целом он называет меня моя берегиня моя присяга это он я всем желаю чтобы каждое брел то что брелая любовь